Добрый день, старший тенант полиции Мищенко. Товарищ водитель, причина вашей остановки нарушений правил дорожного движения. Слышите меня? Здравствуйте. Мы нарушили правил дорожного движения, а именно проехали перекресток улицы Университетской площади Павловской по полосе, которая указывает движение только налево углу, и вы поехали прямо. Понимаете, что я говорю? Нет. Ну, вы сейчас покажете, я посмотрю. Да, в процессе рассмотрения дела мы покажем. Ну, давайте. Смотрите, я вам представился, я командир шлёдородов, я прошу, пожалуйста, вас представиться для восстановления вашей личности в процессе рассмотрения дела. Меня Саша зовут. Александр, очень приятно. Конечно, мне нужен документ, который удостоверит вашу личность, по которому я буду в последующем уже рассматривать дело. Вот здесь какие-то документы, паспорт, водительская, дистанция, что-либо другое. Конечно, есть все документы, которые я вам покажу, когда начнёте рассматривать дело. Рассмотрение дела уже началось, но перед этим идёт подготовка к рассмотрению дела, а именно устанавливаются стороны, которые участвуют в процессе рассмотрения дела. Меня Саша зовут. Одна сторона я, я вам представился, я управлен уваженным органом. Я вас прошу предоставить мне документ, которым я могу удостовериться, что вы именно Саша. Вы попросили, а я вам не показал. Хорошо, вы хотите... Когда вы решите требовать, с точки зрения закона, я вам обязательно всё покажу. Хорошо, вы считаете, что причина нашей остановки является незаконной? Я не говорил так, нет. Хорошо, вы хотите, согласно 251 статье, ознакомиться, если идёт доказательство. Ожидайте сейчас, я потом где-то позаписываю. У вас вообще не по поводу этого всего. Вы автомобилями, да, там, привозкой с Америки занимаетесь? Ну, конкретно я лично не занимаюсь. А в чём вопрос? Автомобиль хочется. С Америки? Американца. Ну, тогда давайте я вам номер оставлю, вы запишите и хотите звонить, или свой оставьте, вам перезвонят. Как вам будет удобно. Давайте, я сейчас телефон войду. Шановный Александр, вы будете ознайомлениться с видео доказанием? Будь ласка. Ну, так, всё чудесно. А в чём проблема? Дивиться. Якщо оценивать данные доказательства, то мне видно, что наш автомобиль, автомобиль патрульной полиции, рухается в крайнем левом случае. Всё видно, верно. А вы... Через полосу, через вас. Добрый, тогда разом ознайоматься. Давайте ещё раз разом. Да, ещё раз. А вы с того же места? Могу, дальше, назад. Вы мне наразумите, или мне на русский перейти? Не, не, я к вам будет удобно, я на украинском нормально понимаю. Да вы не переживайте так, что ты... Да я на носочках стою, не достаю к вам. Так давайте две. Вы думаете, мне удобно. Ну, если вам удобно. Аккуратно, неправильно. Давайте ещё раз назад. Да не, я чуть-чуть, наверное, вот так вот. Ну, я надеюсь, вероятно, всё увидели. Нет, тут вопросов нет. Нету, я просто вижу, что вы... Ну, мы разом с вами оцениваем доказы и... 255-я статья. Вот смотрите, вы остановились? Всё, уже не видно даже какая-то полоса. А я проезжаю... Вы в середине полосы. Ну, как это? В полосе от вас. В полосе от вас. Я вас все понимаю. Добрый, ещё раз передовлюсь в видео. Если так оно есть, то... Я с вами сгодом, Олександр. На основе данного видео неможливо становиться, что сам ваш автомобиль рухался в крайний... Ну, в другий, в злива смузи, я кавказую, рух левород, что рухался... Я побачиваюсь за тремку вашего часа. Да, ничего страшного. Нам всё доброе. Да, вам большое спасибо за адекватность. Всё. Да? Александр, а мне номер дайте. 097. 535. 4 семёрки. Это компания Автоэнтерпрайз. А как зовут? Или там... А вы звоните, говорите, что вас интересует авто США, вам менеджер перезвонит обязательно. Можете сказать, что я... Они сразу там просчитывают, там, сумма, там, всё. Они сразу просчитывают. На сайте есть калькулятор. Можете зайти, просчитать на калькуляторе. И сразу же увидите, какая будет цена автомобиля. Если же вам надо будет помощь какая-то, скажите, что вам Александр порекомендовал. На вас обратят особое внимание и поможет вам выбрать машину. Всё. Спасибо. Всего доброго, ребята. Всего доброго. Хорошей смены. Аккуратно.